История христианской церкви История христианской церкви Кстати, когда я говорю о Западе и Востоке, вы должны помнить, что Восток это не от нас Восток, а мы сами были Востоком в этом рассказе. Потому что Восточные церкви, Православные церкви. Значит, Западные это Италия, Франция, Испания, Португалия. Восток это Балканы, Греция, нынешняя Турция, Палестина, Сирия, Северо-Восточная Африка. Это Восток. Восточные церкви. Тогда, вот в те столетия, о которых я сейчас рассказываю, тогда церковь структурно была, по сути, единой. Она называлась католической церковью. Почему католической? Потому что, начиная с Константина Великого, церковь стала католической церковью. То есть, государственной, всеобщей, вселенской, универсальной. Такой же, как раньше считалось, допустим, религии метроизм, допустим, другие религии Рима. Они считались католическими религиями. То есть, из себя римские императоры, еще со времен Кесаря Августа, называли именно католическими императорами. То есть, вселенскими, всеобщими императорами. И любая религия, которая становилась государственной религией, она автоматически называлась уже католической религией. Христианство в начале четвертого столетия стало католической религией. То есть, государственной, универсальной, всеобщей религией. И, попав в разряд католических религий, много очень таких терминов появилось в христианстве, но не христианских, однозначно. В конце четвертого столетия к слову католическое прибавилось слово ортодоксия, православное. И называлось, с конца четвертого столетия церковь называлась православно-католическая церковь. И так было до одиннадцатого столетия. В одиннадцатом веке просто-напросто был раскол. Католическая, отдельно, восточная, православная отдельная церковь. Западные прокляли восточных, восточные прокляли западных христиан. Но это было накануне первого крестного похода еще. И, в общем-то, много событий с тех пор прошло. Но после Второй мировой войны, слава Богу, хватило мудрости и у православных, и у католиков снять эти взаимные обвинения, эти анафемы. И в Риме, и в Константинополе, бывшем нынешнем Стамбуле, патриархи и Папа Римский торжественно уничтожили точные копии вот этих проклятий. И было объявлено всеми православными патриархами, кроме СССР, все остальные православные участвовали. СССР не участвовало, потому что КГБ не дало возможности делегации выехать за границу на подобное. Было заседание КГБ СССР на Лубянке, и были за и против мнений высказаны. Но решение Генерального секретаря ЦК КПСС было однозначно оглашено на Лубянке не пускать делегацию РПЦ, МП, на подобное международное заседание. И поэтому, кроме СССР, все остальные православные церкви участвовали, сняли анафемы с католиков, а Риммо-католические и Папа Римские с кардиналами сняли анафемы со всех восточных православных церквей. И было объявлено, что отныне мы не являемся больше врагами, и что тысячелетняя вражда прекращена отныне. Это было в начале декабря, как раз 5 декабря, по-моему, 60-й годы, или даже 67-й год. Но Русская Православная Церковь присоединилась к этому решению, но попозже. Это было в 1971 году, в Москве было собрание, был собор поместный, на котором избирали нового патриарха, тогдашнего патриарха Пимена. Это был еще патриарх до Алексея II, патриарх Пимен. Так вот, и один из тогдашних церковных деятелей, митрополит Ленинградский-Новгородский, просто-напросто заявил, что надо нам присоединиться тоже к этому решению. И Русская Православная Церковь официально присоединилась. Так вот, но раскол, он, как сейчас принято считать, до сих пор он о себе дает знать, потому что, по крайней мере, на территории бывшего союза иерархия занимает по-прежнему такую позицию двойственную. С одной стороны, есть решение о снятии анафем и признании братьями католиков и равными абсолютно. С другой стороны, есть традиция, как бы, чураться католиков и, как бы, быть в стране. Но этот раскол, он послужил во благо. Во благо всем, фактически. Как ни странно это звучит, но благодаря этому расколу состоялась потом и реформация сама. Потому что структура, будучи такой мощной, целой, цельной структурой, она бы, ну, с большей легкостью подавила бы реформацию в 16-м столетии. Но, будучи разделенной, церковь, она по-другому реагировала. Хорошо. И о Византии. О том, как происходило смешание христианства с язычеством. Я уже много рассказывал сегодня об идолопоклонстве, допустим, да. Но я говорил об идолопоклонстве только лишь 4-й и начало 5-го столетия. А что было потом? В 6-м веке появились такие учителя на Западе, которые говорили, что можно не только иметь изображение, допустим, Марии, апостолов, но и даже, или Христа, но даже и поклоняться пред ними. Не ради их самих, этих изображений, а ради того, кого они изображают. Через образ, на первый образ. Были такие учителя. Один из них проживал в Италии. И он учил как раз именно об этом. Но итальянские епископы разделились во мнениях. Леонтий. Его звали Леонтий из Неаполя. Неаполитанский епископ учил, что так и так, мол, что можно целовать в портрет, допустим, Иисуса, икону Иисуса, или икону Марии, или икону какого-то из апостолов, но имея в виду не саму доску и краски, а того, кого они изображают. Но, слава Богу, нашлись тогда богословы, что полностью эту ересь разоблачили. Тогда же, в 6-м столетии, это был Филаксен, архиепископ Иеропольский. И Филаксен из Иерополиса, он полностью эту ересь разоблачил, издав отдельную книгу такую, написав. В этой книге он доказывает на основании писания и опыта исторической церкви, точнее христианской, что даже само изображение сомнительно вообще, он писал, но тем более преклонение перед ним, как бы это все красиво там не подавалось. Это то, что Библия запрещает. Потому что во второй заповеди ключевым является, согласно еврейским и христианским толкованиям, не поклоняйся им и не служи им. Не просто изображение, запрет делать, но именно не поклоняйся им и не служи им. Потому что сам Господь, Бог, давал, допустим, повеление, как бы нарушающее эту вторую заповедь, делать, допустим, хирурги-мовчика на работу, да? Потом, что еще? Медного змея того же самого. И не просто сделать медного змея, а поставить его на обидное место, и чтобы люди смотрели с верой и ожидали исцеления. То есть, Бог повелевал делать изображение, но Он не повелевал поклоняться им, служить им, кодить им. К сожалению, из медного змея сделали нечестие, сделали этого нехуштана. Помните их, да? В 4 книге царств, в 18 главе, прочитайте о благочестивом царе-реформаторе иерусалимском языке, который уничтожал изображение, вырубал рощи, где было идолопоклонство, и также уничтожил медного змея, которому до тех самых пор, будьте здоровы, поклонялись люди, и призывали его имя, или же в русском переводе написано, называли его нехуштан. И поклонение продолжалось до 18 главы 4 книги царств. Потом это поклонение прекратилось, и Бог очень сильно благословил Иерусалим. Когда пришли враги, то Господь заступился за Иерусалим, заступился за евреев, и ни один еврей не погиб, но враги погибли. А оставшиеся бежали с позором, потому что ангел прошел. Бог включил свое секретное оружие, он прислал ангела, который просто-напросто ночью прошелся по рядам воинов и убил гвардию, всю фактически этого нечистивого царя. И что произойдет? А, есть уже красный кнопок уже. Шкипер у нас пропустил. Пока рекламная пауза, да? Спасибо большое. Слава Богу. Так вот, и... Вообще-то интересная же тема, да? Слава Богу. Полезная очень тема. Так вот, и по поводу поклонений, кстати. Потому что до сих пор эта ересь распространяется, и до сих пор в семинарии будущим священникам говорят так примерно, что вот мы поклоняемся не самим иконам, мы не идолопоклонники, а мы, поклоняясь перед образом, перед иконой, имеем в виду первообраз. И обычно очень красивую такую картину рисуют. Перед студентами говорят, что смотрите вот так вот так, перед семинаристами, что смотрите, вот парень любит девушку, он целует фотографию до девушки, но он любит не саму же фотографию, а любит девушку, и он умом перекидывается на первый образ, через образ на первый образ. И однажды я, значит, разговаривал со мной с девушкой, мне сказали, что у нее большая проблема, она попала в секту, к пиесятникам. Значит, и я был ортодоксальным священником православным традиционным, и мне сказали, что она там месяц или два уже ходит к пиесятникам. Я думаю, ну, хорошо, что еще так, потому что нам говорили, что первых полгода процессы обратимые. Как бы, поэтому можно поговорить. Я был, по секту ведения у меня была пятерка. Я мог, как бы, считал, ну, как бы, разубедить, значит, человека. И я стал с ней разговаривать. Представляете, значит, попытался поговорить, а она без этого недели открывает Библию мне, батюшке, мне, батюшке. Библию открывает. И меня на чистую воду пытается вывести. И говорит, батюшка, ну вот вы говорите там, вера истинная, а вот почему же там иконам поклоняемся, там все прочее. Я говорю, ну-ка, говорю, девушка, закрой-ка Библию, давай поговорим по-другому, по-нашему, по-православному. Вот, знаете ли, я пустил там много дыма, такого религиозного. Вот, и потому что религиозных аферистов легко вывести их на чистую воду, на Слово Божье. Там очень трудно обманывать, приходится очень сильно изворачиваться. Значит, но, значит, как правило, в православной традиции очень примитивный ложь, который не выдерживает даже первых пяти минут библейской критики. Не говоря уже про детальное рассуждение библейское такое. Так вот, и хотя есть такие изворотливые, такие личности, которые пытаются, значит, особенно из бывших протестантов, я встречал таковых, которые такие вещи говорят, что ой-ой-ой, души света из рук их выносишь, называется. Превращают Писание. Так вот, и я стал ей рассказывать, говорю, слушай, тебя там всех тебе уже обработали, видимо, хорошо. Но, говорю, запомни, говорю, мы иконам не поклоняемся. Ну как же, я же видел, целую Тимона. Нет, нет, ты вообще ничего не знаешь вообще. Вот мы через образ на первый образ. Я историю с девушкой и с парнем рассказал. Она говорит, ну, красиво, хорошо. Она согласилась, думаю, ну, хорошо, думаю. А потом говорит, ну, батюшка, ну, а если девушка рядом с ним сидит, а он не ее целует, а фотографию целует. Что, из-за прощения все? Вот. Я говорю, ты ничего не поняла вообще, конечно. Вот. А потом другой вариант был еще, что, ну, парень любит девушку, а целует журнал со многими девушками. Вообще, кого же он любит, вообще непонятно. Я еще понял так, что думаю, ну, все-таки, я уже, я, конечно, же, уже размышляя сам дома, уже стал думать так, думаю, надо же, все-таки в этом что-то есть. Потому что, ведь идет речь не только, что у нас в наших храмах только лишь один Христос изображен, да? Но ведь там много всего остального. На самом деле, кому же мы поклоняемся вообще, в конце концов? Кого же мы имеем в виду вообще? Значит, и очень странная ситуация, конечно. А потом, перечитывая именно Божье Слово, Библию я понял просто, что не у нее и не у других там этих протестантов проблемы, а у меня, у батюшки большие проблемы. Что я пытался, значит, доказать себе и Богу, и людям, что я не идолопоклонник, идолопоклонник не я, а что у меня все хорошо, и что в нашей динации вообще все лучше, чем может быть даже. Но, оказалось-то, у меня большие проблемы, очень серьезные проблемы, и имя этой проблемы идолопоклонство. Как бы я красиво это ни преподавал, у меня большие проблемы. И у меня был один выход, ну два. Либо даже мысль, как мелькало тогда, в 96-м году, что, может быть, зря я для себя Библию вновь открыл, лучше бы я ее не открывал, знаете ли. Но была другая мысль, покаяться. Покаяться и просто-напросто больше так не делать. И изучая вновь и вновь, обращаясь к историю христианства, через Библию уже, пересматривая все, я понял, мне надо покаяться просто-напросто. Просто покаяться. Слава Богу. И, конечно, Елис Леонти из Неаполя, она до 6-го столетия была неизвестна в христианстве. Но вообще в религиях мира она была известна. Допустим, в эпоху позднего эллинизма, там, то же самое, там, Апулеев, Метаморфозов, там, другие авторы античные писали, что они, допустим, поклоняются перед статуей изиды, но они не самому камню поклоняются, не самому образу, а первообразу, через образ на первообраз. Даже эти античные авторы высмеивали тех своих сограждан, простолюдин, там, крестьян, которые именно самому камню поклонялись и чуть не обожествляли сам камень, значит, и носили с этим камнем, значит, и с этим образом. Вот, но просвещенные греки, также и римляне считали, что не сам камень достойной славы, а боги, которых этот камень изображают, или этот портрет изображают, через образ на первый образ. Но в христианство-то елесь была, вот, известно, что Леонтия Мизняполя привнесена. Потом была еще одна очень интересная история. В конце 6-го, начало 7-го столетия, произошло событие интересное во Франции, в городе Марселе. В Марселе был молодой епископ, его звали Сирен. Его направил папа римский Григорий Великий тогдашний. Григорий Великий был известным служителем, он официально святой, православный в католической церкви. О Сирене епископе Марсельском очень мало известно, но известно, что он был, по сути, как реформатор. Потому что, приехав в Марсель, он начал активно проповедовать в церквях, что убеждая жителей Марселя покаяться, и покаяться в том числе в идолопоклонстве. В Марселе была иконописная мастерская, и Марсель торговала с другими городами. И иконы, образа, статуи, всевозможные статуэтки распродавались в других городах с Марселя. И группа богатых горожан Марселя имела этот бизнес, именно эти иконописные мастерские. Сирен в течение нескольких месяцев буквально смог убедить большинство граждан города оставить это нечестие. Он объявлял дни такие, когда люди своих домов приносили вот эти иконы, всевозможные кресты, всевозможные статуэтки приносили, и все это торжественно сжигали на центральной площади города Марселя. И, казалось бы, все, пришла реформа, и церковь в Марселе обновилась. Но, не то-то было, очень сильная позиция была против епископа этого, потому что вот эти богатые горожане писали жалобы, стали писать много жалоб в Рим, просили папу римского Григория Великого убрать сирена с их города. Слады были забиты готовой продукцией, иконами, крестами и статуями, они не раскупались. Больше того, горожане уничтожали свои изображения с большим энтузиазмом. С церквей были сняты все образа, кресты, иконы, статуи. И, как бы, прежний епископ, он все на самочек пустил, и, как бы, уже храмы были, костелы были заставлены подобной мерзостью. И все это было вынесено и уничтожено на главной площади города Марселя. И вот, сохранилась переписка этих богатых горожан, марсельцев с папой римской Григорием. Григорием. Самое интересное, Григорий Великий написал много писем туда, в Марсель, как бы, успокаивая народ, как бы. Так вот, что интересно, ни в одном из этих писем он не осудил действия архиепископа Сирена Марсельского. Ни в одном из писем. Наоборот, почти в каждом письме он пишет о Сирене, как именно о епископе достойном, достойной жизни, и хвалит его за ревностное служение церкви. Представляете себе? Святой православной и католической церкви хвалит епископа, который разубедил горожан поклоняться иконам Христам, и все изображения предавал огню и уничтожал их. То есть, иконоборцу, по сути. Так вот, и единственное, что в одном из писем горожанам Григорий Великий написал следующее, что, по его мнению, иконы возможны в церквях, но как Библия для неграмотных. Вот эта фраза, за нее ухватились горожане некоторые. Библия для неграмотных. Григорий Великий считал, что когда европейцы, жители Марселя, других городов Европы, когда они будут грамотными, и они смогут читать Библию сами, тогда иконы отомрут самим собой. Что эта проблема уйдет в небытие. Но мы видим сегодня, казалось бы, век грамотности, но люди порой с высшим, и даже не с одним высшим образованием целуют иконы, кресты, мощи. То есть, проблема здесь не решается просто грамотностью. Нет. Здесь вопрос духовный вопрос. Потому что есть конкретно бесовский оккультный мир. Я считаю, что Григорий, он где-то слукавил. Видимо, идя на поводу у вот этих богатых горожан, чей бизнес очень серьезно пострадал в то время. А может быть, он на самом деле считал, что Библия для неграмотных, как иллюстративно, допустим, икона возможна. Может быть, и он был так убежден. Но, по крайней мере, его слова потом использовались как раз очень многими, не только в Марселе, но и в других городах, и не только во Франции, кстати, и в самой Италии. Использовались для того, чтобы оправдать открытие новых иконописных мастерских. И оправдать именно продажи этих икон в церкви, в монастыри и частным лицам для пользования. Этим самым были оправданы, по сути, была оправдана целая волна вот этого икона почитания и икона поклонения в Европе. То есть, дьявол использовал вот эти его слова для оправдания этой гереси. Но иконы, на самом деле, приносили лишь проклятие. Потому как прав был все-таки апостол Павел, который писал Коринфянам, что я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Потому как через идолопоклонство люди напрямую имеют общение с бесами. С бесовским оккультным миром. И этому наглядной иллюстрацией является феномен чудотворных икон. Это самая яркая иллюстрация. Все рассуждения о так называемой, как бы, Библии для неграмотных, они просто-напросто разбиваются об этот факт. Именно факт чудотворных икон. Факт чудотворения икон. Дело в том, что здесь мы конкретно видим демоническую сущность иконопочитания. И конкретно оккультную подоплеку, казалось бы, внешне очень красивого такого обряда, такой церемонии. Ведь люди много верст, путь проделывают порой ради того, чтобы поклониться такому образу, определенному этой иконе, этой доске. Хотя у них и дома, и в их храме, возможно, есть еще и красивее, и лучше. Образа, подобные образа есть. Но им надо прийти именно к этому, который прославился еще над творениями. Павел Флоренский в начале 20-го столетия священник православной церкви, он, к сожалению, весьма заблудился в этом вопросе также. И он попытался это все, как бы, красиво объяснить, это свое заблуждение. Ну, вообще церковное заблуждение. И его спросили, отец Павел, что по-вашему есть икона? И он дал такое интересное определение. Икона, это, говорит, окно в духовный мир. Его спросили, отец Павел, а что же по-вашему есть чудотворная икона? Он подумал и ответил следующее. Это есть широко распахнутое окно в духовный мир. Я это место перечитывал много раз. Я Флоренского перечитывал много тогда, в 95-96 годах. Тогда как раз начали издаваться его работы. И я много перечитывал это все. А потом, знаете ли, я задумался. В очередной раз перечитывал Флоренского, я задумался. Стоп, думаю, что-то здесь не то. Потому что я параллельно стал читать Библию уже. И стал анализировать. И слова Иисуса вдруг, знаете, вот они во мне заговорили, что я есть дверь овцам. Дверь. Думаю, стоп, зачем мне ломиться в окна, даже в широко распахнутые, если есть открытая дверь? Зачем мне искать какой-то другой путь? Тем более, что Иисус предупреждал, что другой путь, который ищут люди, это путь вора и разбойника. Для чего мне такие проблемы? Зачем? Оно мне надо? Ведь есть дверь открытая. Я могу в ней войти, и выйти, и пажить найти. Я могу на самом деле не просто знать этот путь, да, не только войти туда, но и выйти, и обращаться к людям, и указывать на этот правильный путь. Слава Богу! И, знаете ли, и мне все стало ясно, что, и до сих пор, мне это есть неясного, что всякая попытка, мотив, духовный мир, помимо Иисуса Христа, это и есть путь вора и разбойника. Это и есть путь религиозного оккультизма. Это путь обмана. На самом деле, лишь один Иисус открывает сегодня нам, в новозаветное время, уже две тысячи лет, окно, и путь, и все, и дорогу, и сама дверь. Это сам Иисус Христос. Только лишь Он есть. Путь истинной жизни. И, господа, конечно, жалко тех, кто вот, как Павел Флоренский, и прочие отцы, заблуждались. И сегодня полно таких священников, что умничают, пытаются, знаете ли, себя показать очень умными, разумными, и пытаются оправдать. Допустим, уже упомянутый, не раз уже, в этих лекциях, Андрей Кураев, Диакон, он много раз пытался быть адвокатом дьявола в этом вопросе. И говорил так, что я, мол, целую икону, я все-таки думаю, напрягаюсь, я стараюсь каждый раз. И вас спрашивали, каждый ли раз? Ну, я стараюсь каждый раз все-таки думать не о самой доске, а вот именно об иконе. Хорошо, господин профессор, я так рассуждаю. Если у вас получается каждый раз именно, знаете ли, думать, у меня не получилось. Я пока на сегодняшний день не встречал ни одного священника, у которого получилось бы это. Я понимаю так, что большая часть моих коллег даже не напрягается в этом отношении. Но те, кто напрягаются, у них не получается. Я напрягался очень много. У меня не получалось. Все равно получалось, ну, не раз, и не два, и не три автоматом. Просто поцеловал. Тем более, когда это до механики доходит. Благословен Бог на наш. Все. Зашел. Часы начинаются, эти другие. Все. До автомата доходит уже. И, понимаете ли, когда одна и даже литургия, одни и те же тексты читаешь год, два, три, пять, шесть, уже другие переживали совсем. Я был похож на того монаха, который говорил во времена еще франциско-азийского, Господи, если ты вестесущий, как так получается, что я каждый раз оказываюсь там, где тебя нет? В чем проблема? Он-то вестесущий, он здесь, но где он? Знаете ли, и чем больше, это как в болоте религиозном, знаете ли, как в обычном болоте, чем больше суетишься и капошишься, а я много старался делать, что меня еще больше засасывало это болото. И кризис был внутренне очень серьезный. И слава Богу, что ответом был Иисус на все мои вопросы, ответом на все мои переживания. Слава Иисусу Христу! И, друзья мои, мне очень хочется, чтобы многие люди, особенно в рясах, с крестами на груди, чтобы они осознали, в ком спасение наше. Осознали. Потому что, знаете ли, наверное, самая пакостная, мерзопакостная такая вещь, которая творит многобожие, идолопоклонство и оккультизм религиозный, уже названный сегодня не раз, в жизни церкви, знаете ли, что делать? Просто-напросто убивает как бы духовный иммунитет тела Христа. А наш иммунитет, иммунитет тела Иисуса, это библейское понимание спасения. Библейское уверенность спасения, библейское понимание спасения. Если этого нет, церковь, выеденного яйца, не стоит. Если этого нет, церковь, она лишь называется церковью. Она не может быть настоящей церковью Христа. Потому что люди, даже приходя в храм, как бы он не назывался там, Александра Невского, Ксении Петербургской, Серафима Заровского, как бы, это ужас, конечно, назвали именами разных людей, достойных, недостойных, разных. Но, при чем здесь это? Люди-то приходят к Богу. Человек, даже если он атеист, он все равно ищет Бога в этом храме, как бы он ни назывался. Моя мечта, чтобы эти храмы назвались однажды именем Божьим, именем Иисуса Христа. И чтобы они не назывались именами даже там, может быть, уважаемых самых людей, там, царей, князей и ангелов. При всем уважении к этим личностям, знаете, историческим, даже если они сами самые великие из великих, никто не великий, не может быть величием Бога быть. Но хорошо, люди ищут Бога, но нельзя нам, священникам, вместо хлеба подавать им камень людям, а вместо рыбы, змею, вот этого религиозного культизма. И люди ищут спасения, а спасение только в Боге, спасение только в Иисусе Христе. И знаете ли, доходят до просто маразма религиозного. Люди, заканчивая семинарии, даже академии заканчивая, не знают пути спасения. Вы можете протестировать местных батюшек, я не знаю, но из моей практики скажу, что процентов 99 всех священников, кого я так не можем тестировал, я спрашивал о спасении, спрашивал, как спастись, еще до того, как стал священником сам. Потом уже, будучи священником, разговаривал с высокопоставленными некоторыми священниками, архиепископом, и не одним даже, с митрополитом, и даже не одним, хотя был простой, сельский батюшка, но иногда у меня была возможность поговорить, пусть немного, но с некоторыми высокопоставленными особами. Некоторые из них уже ушли вечность уже, некоторые еще живы. И я спрашивал, среди прочего, и об этом, никто из них не мог так и нормального библейского, ясного ответа. Спасайтесь. Знаете, как этот Гуатама Будда, основатель буддизма, он ничего не мог ответить. Когда ученики собрались попрощаться с учителем, они спрашивали его, Гуатама, как спастись? Он сказал, только лишь спасайтесь. Все. Получается, спасение утопающее, дело у нас с этим утопающим. Но христианство не так. В христианстве настоящем есть Спаситель, есть Иисус Христос. И ни в кого нам нет спасения. Слава Богу, друзья мои. Слава Богу за спасение, слава Богу за жизнь. Отлично. Аплодисменты великому Богу. 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 Продолжение следует...